Здравствуйте! Вы смотрите программу Смыслица, еженедельную разминку по русскому языку. Однажды мы уже говорили с вами о происхождении в языке амонимов. Сегодня расскажу вам, в каких случаях амонимия будет речевой ошибкой, а в каких – стилистическим приёмом. Итак, амонимия как стилистический приём широко используется в языковой игре. Столкновение амонимов всегда неожиданно, так как устанавливается лишь звуковое тождество, а смысловые ассоциации наслаиваются друг на друга, что создаёт большие стилистические возможности для их обыгрывания. Например, «Американ бой» – заголовок статьи о войне США в Афганистане. «Пьянство бой» или «Гёл». Стилистические функции амонимов активно реализуются в языке художественной литературы. В языке публицистики и в рекламе. Так в поэзии многие рифмы построены на явление амафонии. Помните у Пушкина «Не дай мне бог сойти с ума», «Нет, лучше посох и с ума». В телевизионных анонсах часто используются амафоны, то есть формы слов, совпадающие в звучании, но не в написании. Они порождают акказионализмы. Барри Алибасов – нанотехнологии. Патрисия Каас и Ума Турман – всё в каас. А вот пример графического акказионализма из газеты. «Сиди и слушай». Амаформы «сиди» существительное и «сиди» глагол в повелительном наклонении совпали. Стилистическим недочётом считается ненамеренная, то есть случайно возникающая амонимия, приводящая к неоправданной двусмысленности. МЖК – Московский жировой комбинат или молодёжный жилищный комплекс. Неясно. СССР – члены партии социал-революционеров или партии «Справедливая Россия». Белый дом. Какой? В Америке? Белый дом в России? Чтобы читатель смог правильно распознать смысл, заложенный автором в текст, амонимия должна сниматься контекстом или конситуацией. МЖК на банке с майонезом будет расшифровываться как «Московский жировой комбинат», а на строящемся доме – как «Молодёжный жилищный комплекс». В противном случае возникает неоправданная двусмысленность. Она является стилистической ошибкой. Например, в политическом каламбуре «Партия яблока доведёт ананас до реформ». Видите? Возникают случайные ассоциации. Фруктовый сад какой-то. В одном предложении и яблоко, и ананас. Подобные неоправданные ассоциации затрудняют осмысление текста и приводят к коммуникативной неудаче. Пусть наша речь будет безупречной. До встречи!